На один день Одинцовский центр эстетического воспитания превратился в выставку-конкурс прикладного искусства «Ковер узорный», который открыл большой цикл мероприятий фестиваля детского творчества ступени. Конкурс проводится уже в четвертый раз и с каждым годом количество представленных работ только увеличивается. Конкурс призван развивать и продолжать народные традиции лоскутного шитья, народной вышивки и других народных промыслов, которые всегда были популярны в России. Но сейчас на данном этапе мы пытаемся им дать новый толчок в развитии на основе традиционных техник. Самую непростую задачу пришлось решать членам жюри. Ведь равнодушным к творчеству юных рукодельниц остаться невозможно. Работы конкурса «Ковер узорный» оцениваются в пяти номинациях. Лоскутные узоры России, текстильные фантазии, художественный габелин, композиция мастеров и пестрая поляна. Один из важных критериев оценки использования народных традиций. Мы использовали традиционные мотивы, традиционный стиль русского времени. Здесь есть старые ткани, то есть хлопок, лен, также узоры, которые использовались раньше. Я решила подарить маме что-нибудь на праздник. И вот мне пришла голова идея. Моя мама очень любит пионы. Между тем, пока строгая жюри продолжала рассматривать и оценивать работы, их авторы зря время не теряли. Педагоги по декоративно-прикладному искусству подготовили два небольших сюрприза – мастер-классы. Изготовление народной куклы от худого слова и создание авторской игрушки в преддверии волшебного праздника Нового года. В конкурсе приняло участие 112 человек из 22 образовательных учреждений. Селина Дарья из Пушкинской школы стала лауреатом гран-при конкурса со своей работой «Нетканый габерен. Зимний вечер». Всех призеров и победителей в апреле будущего года ждет награждение и большой галоконцерт, посвященный фестивалю ступени. Дарья Сутягин, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».